Добрый вечер, господа. Это «Реальное время» на Финам.фм. У микрофона Юрий Пронько. Поприветствую вас всех и рад тому, что вы настроили свои приемники на волну 99,6 в Москве или Московской области. Или слушайте нас на портале финам.фм. Сегодня у нас будет важная и крайне интересная тема. Появится ли в России объединенная демократическая партия. Об этом говорят, скажем так, уже не одно десятилетие, не то что дни, месяцы, десятилетия. Но вот, к сожалению, факт жизни или, к счастью, я не знаю, вот сегодня мы выясним, пока подобной объединенной демократической и политической силы в стране не появилось. Я представляю моих гостей. Начну с единственной гости в нашем мужском таком коллективе. Это Екатерина Кузнецова, координатор общественного обсуждения программы Михаила Прохорова. Екатерина, рад видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. Это Сергей Иваненко, заместитель председателя партии «Яблоко». Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. И Владимир Милов, лидер движения «Демократический выбор». Владимир, рад видеть. Добрый вечер. Вот давайте начнем вот с самого главного этого нетривиального вопроса. Почему в России до сих пор нет объединенной партии? То есть я знаю, что в названии «Яблоко» есть подобное понятие «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко». Сергей, ваш взгляд. Очень часто можно услышать претензии именно в адрес этой политической силы. Партия «Яблоко» имеет лицензию, скажем так, на участие в выборах. Тем не менее, объединение не происходит. В чем причины? Ну, начнем с того, что разговор о лицензии, думаю, закрыт уже после принятия закона. Сейчас она обесценилась. Стоит недорого. 500 чего-то там, человека рублей. Поэтому сейчас это уже не главное. А если говорить о том, почему мы объединенные, дело в том, что из-за очень жесткого драконовского законодательства часть организаций не могли регистрироваться как партии. И мы им предложили, чтобы они вошли в партию «Яблоко» на правах, по сути, автономии. Ну, вот в частности, вот партия «Зеленых» бывшая, которая не получила регистрацию минус. Теперь у нас фракция «Зеленых». Значит, социал-демократическая есть фракция тоже. Поскольку нет социал-демократической партии, есть фракция. Есть правозащитная фракция. Там у нас Сергей Адамович Ковалев, Валерий Васильевич Борщев, супредседатели. Есть гендерная, как у нас называют по-западному, фракция. Ну, то есть, по сути, женская. То есть, за права вот женщин или там связанных с семейными какими-то правами. Короче, вот поэтому мы назвали себя объединенной демократической партией. Если переходить к вашему вопросу, почему нет общего объединения демократов, я вот коротко скажу так. Да потому что они демократы. Не демократы? Потому что они демократы. А, потому что, да. Понимаете, вот этот вопрос, мы любим отвечать на него так. Вот скажите, почему нет одного радио? Например, «Финам-ФМ» объединилась бы с «Эхом Москвы», с «Русской службой новостей» и так далее. Почему нет одного автомобиля? Сразу говорю, нет. Почему нет одного автомобиля? Почему все ездят на разных машинах? Проблема-то не в этом. Проблема не в том, чтобы всех собрать в одну структуру, постричь под одну гребенку, назначить вождя и вперед. Это не наша задача. Наша задача, на самом деле, не вот такая, не советская. Не создать новую демократическую КПСС. Вы знаете, эти попытки, они провалились. Не советская задача. Это задача коалиционная. Вот если угодно, я скажу так, это задача германская. Знаете, вот у них создавался после Второй мировой войны блок ХДС-ХСС. Он включался более 30 партий. Причем самостоятельность и автономию они сохраняли вплоть до 70-х годов. То есть примерно там 20-30 лет они были как самостоятельные партии. Они шли на выборы совместно, но работали как самостоятельные партии. Вот это для нас действительно главная в этом смысле задача. Создать вот такой аналог. Мощное общественное движение для начала, потому что по закону о партиях это все запрещено. И запрещено не случайно, потому что опасаются этого. И там стоят насмерть. Вот нынешняя власть не допускает этого. Вот наша задача, во-первых, добиться того, чтобы были человеческие законы о выборах. Партий могут быть и по 500, и по 10 человек. Это несущественно. Важно, чтобы на выборы могли идти вот таким вот аналогом вот такого блока ХДС, ХСС. Со временем это вырастет, наверное, со временем вырастет самостоятельную партию. И вот это будет действительно цивилизованная, нормальная работа. Владимир, а не происходит ли, во-первых, ваше мнение по вопросу все-таки объединения демократических сил, и не происходит ли размывания, а размывания, б, это играет в пользу вот нынешнего статус-кво нынешней власти, на котором говорят, ну хорошо, сколько вас там надо? 150 партий. Зарегистрируем 200 партий. Кто там хочет быть вождем? Зарегистрируем. Пожалуйста. Но фактически, ведь все все понимают, да? Происходит распыление. Да, есть Гяблоко, есть и Парнас. Есть другие политические силы, да, которые претендуют, в общем-то, на звание именно демократических сил в России. И, тем не менее, объединения нет. Ну, Юр, я несколько вещей скажу. Я, во-первых, полностью согласен с тем, что Сергей Иваненко говорил, и я был лично участником. Я вот года четыре назад, когда вошел в оппозиционную политику, тоже пребывал в плену вот этой мантры, что главное это всем объединиться. Вот это так воспринималось, как сверхзадача, да? И построить, как Сергей правильно сказал, такую демократическую КПСС. Я был участником нескольких объединительных проектов. Не, ну, не, прости, пожалуйста, не то, что я перебиваю, не КПСС, но пусть это будет фракционная партия. Вот мини-пример яблока. Сейчас объясню. Значит, как должны на самом деле строиться эти партнерства? Они не должны начинаться с формального объединения, а потом там строительство фракций. Процесс должен быть естественным. Эти фракции должны сначала научиться взаимодействовать друг с другом, а как раз объединение – это следующий этап. Я сейчас об этом скажу, но вот я был участником двух объединительных проектов «Солидарность» и «Парнас». Они все были неудачные, потому что ключевая проблема здесь, когда вы людей с достаточно разным видением политической стратегии, идеологии и так далее сажаете за один стол, это приводит к эффекту лебедя, рака и щуки, как то, что называется в бизнесе – транзакционные издержки высокие. Когда вы больше времени тратите на то, чтобы спорить между собой, вы там, условно говоря, за прогрессивный подоходный налог или против, не говоря уже о более серьезных вещах, чем вы двигаетесь куда-то вперед. Вот в этих всех мега-объединительных прожектах там была главная проблема, что они тонули вот в этой внутренней дискуссии, которая не вела в итоге никуда. И я считаю, что это, в принципе, ошибочная постановка вопроса, думать, что нужно вот нам одна партия, один ВОЖ, там, один народ. Конкуренция – это хорошо, когда у избирателя выбор – это очень хорошо. И у нас на демократическом фланге российской политики есть много разных идейных оттенков. Вот, например, мы, скажем, демократический выбор – это партия более такого правого толка, ну, а, скажем, яблоко больше склонно к различным там социальным вопросам там и так далее. Но вот посмотрите, как мы сейчас с яблоком в последние месяцы учимся эффективно взаимодействовать, не пытаясь как-то друг друга поглотить и слиться в одну структуру. И, скажем, у нас был общий список на муниципальных выборах в Москве, где порядка полсотни кандидатов стало муниципальными депутатами. Это первый наш такой очень эффективный опыт практического взаимодействия. Мы хотим это дальше продолжить на региональные выборы. И, кстати, вот, например, Явлинский был у нас на съезде в январе, я выступал на Федеральном совете «Яблоко» там через месяц, в конце февраля. Мы очень рады, что коллеги из «Яблока» не пытаются как бы нас к себе затянуть, а приветствуют то, что мы создаем свою партию. Но вот, например, мы на региональных и местных выборах, которые предстоят осенью и следующей весной, где мы, я надеюсь, уже как демвыбор, как партия сможем участвовать, мы для себя такую внутреннюю приняли сейчас программу, что мы не хотим ни в одном регионе, чтобы у нас была конкуренция списков с «Яблоком» или конкуренция одномандатников. Мы будем везде стремиться договориться, чтобы у нас были общие кандидаты. Вот сейчас, как на местных выборах 4 марта в Москве, да, по такой же схеме будем работать. И нам для этого совершенно не нужно формально объединяться в какую-то надстройку, да. Вот эта блоковая конструкция, которая запрещена законом, но по факту ее можно реализовать, потому что мы не обязательно должны выдвигать свой список, а можем, например, поддержать список «Яблока», а где-то наоборот, да. Вот я думаю, что мы в рамках такой конструкции сейчас очень эффективно уже попробовали, как это может работать. Будем всячески развивать это на региональных выборах. И было бы очень вредно, если бы мы попытались там демвыбор с «Яблоком» объединить в одну партию. Мы бы утонули в спорах по некоторым вопросам, которые у нас действительно там являются нашими некоторыми идейными оттенками достаточно разными. Так что мне кажется, лучше все-таки пытаться не насаждать объединение сверху, а вот, как Иваненко говорил, сейчас двигаться естественным путем. Когда наше взаимодействие практическое на выборах и общая борьба за одни и те же общие идеи и ценности, она в итоге приведет к тому, что, возможно, из этого сложится какая-то коалиция с более таким интегрированным фундаментом. Но пока это не нужно, пока мы можем работать довольно эффективно в том формате, который есть. — Владимир Милов, Екатерина Кузенцова, хочу понять ваши мысли. — Юрий, я думаю, что мой короткий ответ на вопрос, почему невозможное объединение, был бы такой, что это властная амбиция лидеров, лидеров оппозиции. Даже если посмотреть, как происходил процесс, допустим, отбора выступающих на Болотной, на других митингах, если посмотреть на процессы объединения, разъединения, вот Владимир Милов рассказал о своем опыте участия, но опять-таки мы все помним, чем закончилась пара нас, все-таки распался этот квартет. То есть я думаю, что прежде всего это амбиции лидеров. То есть никто не готов быть вторым даже для борьбы с общим врагом. Вот это, понимаете, это тенденция наших дней, ее об этом никто, конечно, не говорит, и меньше всего они говорят в оппозиции, но это так. — Проблема вождизма? — Именно. Вот. Понимаете, даже то же самое яблоко. Ну, извините, это просто с точки зрения любой европейской партии, это просто неприлично, когда партия построится по вождистскому принципу, и даже когда меняется формальное руководство, оно все равно основывается на принципах лояльности вождю. Поэтому с этой точки зрения я думаю, что партии не нужны, точнее так, нужны не партии, нужна платформа гражданская. И то, о чем говорили Сергей Владимирович, это вот есть некие, допустим, наметки, на мой взгляд, но, правда, я здесь, понимаете, здесь внутренние закулисные игры, которые сторонним наблюдателям не видны, да, поэтому там какие договоренности были, там слухи всякие ходят. Но платформа, иначе, нужна общая, но она нужна для всех, понимаете, она нужна для всех. А вот, соответственно, еще один момент, общественная поддержка. То есть общественной поддержки реально партиям не было. Партии – это удел небольшого количества людей, активных, мы вот с Сергеем говорили до эфира, да, людей действительно специфического склада ума, специфических взглядов и так далее, которые готовы вот бороться. А гражданская платформа нужна для всех, понимаете. Вот я вспоминаю Сахарова, Якиманку, общегражданская платформа была самой крупной, да, и все лидеры, ведь это интересно, да, все вот такие лидеры болотные, точнее, не лидеры, я не назову их лидерами, лидеров там не было, лица болотные, вот лица, люди, которые воплощали собой это движение, шли в общегражданскую платформу. Это очень правильная вещь. То есть каких бы взглядов, по сути, они не придерживались, потому что появилась некая базовая, базовая запрос. А теперь возникает вопрос, что с этим запросом будет? Эти люди, которые шли в общегражданскую платформу, они шли не за яблоко, они шли не за парнас, они шли не за Демвыбор, они шли против, ну, скажем откровенно, общего врага вот такого. В конце концов, консолидировались. Возникает вопрос, а что будет дальше? Вот сейчас это прощальная реформа Медведева, с позволения сказать, дробление партии. Давайте разойдемся по политическим квартирам, но люди не хотят идти в партии, понимаете, потому что все эти партии, друзья мои, их нужно взять и просто перетрясти. Вождейские партии, с бюрократией, с непрозрачным финансированием, но это уже не современно. Куда не записаться там по интернету? Это уже не современно, это не соответствует подходам людей, это не по соответствии с их взглядом. Это сложные, бюрократические, неповоротливые махины и машины. Поэтому какой будет эта платформа, я не знаю, но она, безусловно, должна быть. Это та платформа, которая объединит не только политиков, что самое важное. Она объединит еще и гражданских активистов, просто вот этих рассерженных горожан. Какой будет, посмотрим. Кто сможет это видеть? Не представляется ли вам, что вот эти процессы дробления, официальной регистрации приведут к маргинализации этого всего процесса? Ну, понимаете... Смотрите, много маленьких. Эта реформа приведет, будет у него очень много последствий, не только для правого поля. Правое поле будет дробиться. Но сейчас есть, знаете как, сейчас есть, да, там треть людей на Болотной, Сахаровой, в этих митингах протеста, те, кто выходили на площади, это были яблочники, да, это показывают социологические опросы. Из них 40% голосовало бы за Явлинского, если бы еще до того, как Явлинского сняли с предвыборной гонки. Это понятно. Но этих людей было третье. А еще 70%, 5% националистов, статистические данные, да. А вот остальные, вот эта масса, это люди, за которых будут бороться. Будут бороться на правом спектре очень-очень многие партии. И Демвыбор, и Парнас, и новая партия Прохорова, и так далее. Соответственно, я прогнозирую, что если не будет какой-то из этих партий предложена широкая поддержка... Вот знаете, в демократической партии в США нет членов. Они считают своими членами всех, кто голосовал за их кандидата на выбор. Отличная вещь, понимаете? Так это же называется, френды, да, френды политической партии. Вот если кто-то предложит такую вещь, понимаете, вот тогда эти френды, эти люди, эти гражданские активисты, которые, ну, не хотят расходиться по партиям, не хотят участвовать в этом процессе, вот они тогда смогут присоединиться. Но последствия будут не только для правого поля, они будут для левого поля. А на левом поле все намного, как бы, лучше, чем на правом поле, потому что там есть структуры. Ну, Кать, что значит лучше? Там дробление, извините, ради бога, что перебиваю, там есть дробление намного более сильное, чем в либеральной лагере. Либералы, по сравнению с левыми, просто мега дисциплинированы. У них намного меньше партий, намного меньше проектов. На левом фланге у каждого вожденка есть своя структура. Они даже, вот из демократов в последние годы только Парнас подавал заявку на регистрацию, а левых партий их подавало там штук пять самых разных. И Делягин, и Удальцов, и Лимонов, там и так далее. Я просто, извините, я удивился, что вы левых привели в пример как дисциплинированных, хотя там степень дробления, извините, намного выше. Но там есть вот этот осколок, я не знаю, айсберг такой, называется КПРФ. А это вот, Юр, как раз постановка вопроса о том, что важно не объединение всех и вся, а важно наличие сильной партии, хотя бы одной. Вот КПРФ такой сильной, организованной, разветвленной структурой является. При всех их минусах. А у либералов нет этого. Вот как раз проблема либералов в том, что дефицит такой сильной структуры, который, очевидно, переигрывал у всех остальных, он имел место. И я, правда, сказал бы и хотел бы еще раз похвалить коллег из «Яблока», что они вот на этой парламентской президентской кампании и на результатах опроса на Болотна и Сахарова сделали сильную заявку на то, чтобы выдаться вперед в этом смысле. Раньше эта ситуация не была такой. Ну, позвольте, я два слова скажу. Ну, не хочется спорить с девушкой. С милой девушкой. Знаете, это обычный аргумент. Мне так говорят. Ну, просто, понимаете, я тоже вот был в Соединенных Штатах, когда как-то давным-давно мы поддерживали горы, но наш пришел второй, знаете, в 2000-м году. И мы ездили по штаб-квартирам, беседовали, как вы говорите, с партийным бюрократом. Да, действительно, в Республиканской партии США 800 человек членов партии формальных, в Демократической 600. 600. Но просто, понимаете, в чем разница? Партийная система определяется системой выборов. Если там выборы по округам, по округам, то и партийная система к ним подстраивается. Знаете, я вот был в штабе у демократов, и нам рассказывали, как они работают. Они говорят, что мы первые два года ищем кандидата. Иногда даже деньги мы платим за то, чтобы он пошел за нас, там, за демократов. Вот в одномандатных округах, да, все это работает. И именно такие партии создаются. А вот в Германии, например, где пропорциональная система, там все по-другому. Там массовые партии. И ХДС, и ССС, и социал-демократы, и даже зеленые, и свободные демократы. Потому что система пропорциональная, 5%. Поэтому тут в этом смысле не надо фантазировать. Понимаете, не надо говорить, что вот у вас программа называется «Реальное время». Да, вот в реальности, не в виртуальной политике, а в реальности, все равно будет бюллетень, и там будет написано название партии. Понимаете? Как вы, что бы вы ни говорили, и будет у вас партийная бюрократия. Именно поэтому многие партии ломаются. Борьба с партийной бюрократией внутри – это одна из самых сложнейших задач людей, которые возглавляют партии. И умение беседовать членами партии по много часов. По много часов. Понимаете? Вот что такое партийная работа в реальности. Проблема, о которой сказала Екатерина. Насчет вождизма. Вождизма. Ну, вы знаете, я спокойно... А вам уже не в вождь демократической партии? Да, он даже... Ну, понимаете, я... Хотел сказать, что не членов... Я вам хочу сказать, что... Вы знаете, я часто слышу эти разговоры про то, что там политика амбициозна. Но вот у меня в этом смысле возражение. Извините, а какие они должны быть? Вот что за разговор? Что они с амбийцами? Ну, конечно, они с амбийцами. Иначе вообще не имеет смысла ничем заниматься. Плохо тот солдат, который не мечтает. Да, плохо тот солдат, конечно. Люди хотят возглавлять свои структуры. Вообще-то я по крайней мере думала, что политики как-то должны ориентироваться, прежде всего, на изменения в обществе. Нет, подождите. Они все должны быть с амбициями. Другое дело, что их амбиции должны соответствовать... Ну, конечно, собственно. Их собственные амбиции должны соответствовать тем возможностям, которые у них есть. Это другая тема. Другая тема. Если человек амбициозный, мы говорим, слишком амбициозный, тогда, когда у него нет возможности для того, чтобы реализовать свои амбиции. Ну, подождите. Но плохо и другое. Так вот, на самом деле проблема-то не в том, что все видят себя вождями. Это неправильная постановка вопроса. А проблема в том, что все равно должно быть какое-то руководство. Вы же как бы говорите, хотя вы не называете фамилию, но смысл вашего тезиса примерно такой, что все старые, как это говорится, думские старцы должны уйти и должен прийти новый вождь с горизонтальной структурой. Почему вождь? Нет, нет, подождите. Хорошо, не вождь, а этот самый демократический лидер. Почему в единственном числе это, Сергей? Ну, хорошо, ну будет там 5 человек, 3 человека. Именно, новые лица, свежие. А лучше 15, а лучше 50. Да, вот насчет сопредседательства и вот этих свежих лиц мы тоже проходили. А в чем проблема? Ну, вот на свежее лицо свежее, оно же рядом с нами сидит. Владимир, ответьте мне на вопрос, а почему действительно распался квартет Парнаса? Ну, потому что там ничего не сработало, то есть никакие, то есть мы, Парнас создавался по нашей инициативе. Демвыбор был закоперщиком всего этого дела, вы, наверное, помните. Да, но мы это делали не просто потому, что нам физиономия нравится, Касьянова, Немцова, Рыжкова, а мы это делали то, чтобы участвовать в выборах. Когда коллеги сказали, мы обиделись второй раз в Минюст, не пойдем, в парламентских выборах бойкот нах-нах, президентских кандидатов выдвигать не будем, обещали при создании, обещали сторонникам, чтобы Парнас одна из главных целей была выдвинуть кандидатов в президенты. Не выдвинули никого. Я даже отошел со сцены там заранее немножко, да, у всех замечательных лидеров, оставшихся троих, была возможность пойти на президентские выборы. Пошел один Явлинский. Вот, собственно, мы за это ему очень признательны и за это поддерживали его, да, хотя, и, кстати, о вождейских амбициях. То есть, Явлинский сам, несмотря на то, что у нас были натянутые отношения в прошлом, что там говорить, да, еще со времен Яблока СПС, где он выбор из московского СПС, в общем, вырос. Явлинский обратился в декабре к нам за поддержкой, несмотря ни на что. Сказал, я все понимаю, но вот это важная, мне кажется, вещь, поддержите меня. И мы это сделали. Мы, когда нам протягивают руку, и мы видим, что люди готовы работать для того, чтобы добиваться серьезных политических целей, оказалось, что ни у Явлинского, ни у нас никаких таких амбиций, которые воспрепятствовали бы этой совместной работе, не было. Мы умеем это преодолевать, да. А там, смотрите, выборы как бы не захотели участвовать, членство в партии очень плохо собиралось. Мы целевую задачу ставили 100 тысяч членов Парнаса и 5 тысяч только по Москве. Результат 46 еле наскребли, и по Москве 1700 всего, в Омске больше, да. Почему? Потому что, извините, ну, вынужден это сказать, люди видели фамилии, антирейтинги и просто не хотели идти, хотя наша целевая аудитория, да. Ну, и вот так вот приходишь к бизнесменам, просишь о поддержке, они говорят, нет, пока вот эти фамилии мы ничего не дадим, да. Ну, и сами приходят эти товарищи, у которых антирейтинги, из-за которых ничего не дают, и говорят, а ну-ка, ты что-то, Милов, слишком высовываться стал, пошел вон отсюда, да. Вот вам круг замкнулся. Вот тогда, Екатерина, права, нужны новые лица. Понимаете, позвольте, извиняюсь, я говорю, значит, вопрос о новых лицах, знаете, это вот тоже вот такая мантра, она все время произносится. Знаете, все время говорят, демократы, первое, должны объединиться, второе, не должно быть никакого вождизма, и третье, должны быть новые лица. Да я согласен со всем, но я просто согласен. Ну, пожалуйста, выдвигайте новые лица, выдвигайте. У нас, понимаете, в чем проблема, вот в Яблоке произошла смена руководителя организации, там, не знаю, трех четвертей, сейчас там 25-30-летние молодые люди, ну, 35 лет. Значит, попробуй их раскрути, даже на региональном уровне. У нас же, извините, мягкая, но все-таки авторитарная система. На телевидение не попасть, мы можем попасть только, там, не знаю, в интернет и на радио. Что значит раскрутить нового человека, сколько денег нужно, не каждый имеет такие возможности, знаете, чтобы раскрутиться. Значит, это первое. Второе. К сожалению, к сожалению, произошла одна очень своеобразная вещь. Знаете, когда мы выходили в политику, вот нам было по 30 лет, это было 20 лет назад, да, сейчас там по 50. Значит, тогда это было престижно для нашего поколения, знаете, идти в политику. Это был способ реализовать себя, свои возможности. Кто-то делал карьеру, но, строго говоря, люди реализовывали свои возможности. Сегодня, посмотрите, куда уходит молодежь. Она вся идет в бизнес, зарабатывает деньги. Ну, я имею в виду, так сказать, вот ту... Бизнес, когда у нас крайний курс аппарат. Раньше деньги зарабатывали в политике, да? Нет, ну, я вам не сказал бы, чтобы мы так сильно зарабатывали. Были люди, которые там получили власть, да, они зарабатывали. Но сказать, что это было массовое явление, все-таки это неправильно. Яблоко в этом смысле. Я могу за это, так сказать, поручиться. У нас довольно много народа. Если вы сейчас найдете кого-нибудь из тайных миллионеров Корейка, я вам буду признателен. Мы с ним пообщаемся. Но у нас совсем не такая... Ну, вот, поэтому насчет новых лиц, еще раз хочу подчеркнуть. Пожалуйста, нет проблем. Нет проблем. Более того, мы крайне заинтересованы в том, чтобы выдвигать новые лица. Между прочим, на минуточку. Явлинский не является руководителем партии. Значит, в качестве президента, кандидата в президент, мы вели переговоры с разными людьми. Я не скрою там, я могу назвать одну фамилию. Оксана Дмитриева. Мы были готовы выдвинуть ее на съезде, были готовы, понимаете, именно с той точки зрения, о которой вы говорите, ради общего дела, ради общей пользы. Но просто мы живем в такое время, в каком живем. Это реальное время. Что не позволило Сергею это сделать? Отказ Оксаны Геннадьевны. Ее отказ, конечно, да, потому что она считает, что ее возможности в справедливой России, ее перспективы выше. Я тоже не хочу ее осуждать, но просто я хочу сказать, что это, как правило, вот такие вот разговоры, они, ну, как вам сказать, ну, они не очень профессиональные, потому что, знаете, мы все-таки обсуждаем с вами тему, как сделать автомобиль. Люди на нем ездят, а мы с вами обсуждаем. Да, но везде, коробка передач. Я просто могу подтвердить, что когда мы в декабре вот эти переговоры с Явлинским ввели, он высказывал готовность поддержать других кандидатов, это было абсолютно открыто. Просто вопрос был в их желании. И это, кстати, и в 2004 году то же самое было. Хорошо, а почему он не поддержал вот кандидатуру Прохорова? Я могу сказать, кандидатура Прохорова для нас неприемлема. Неприемлема? Неприемлема, потому что, более того, она появилась как раз для того, чтобы убрать с пробега Григория Явлинского. Именно в этом смысл был выдвижение господина Прохорова. А концептуально, вот то, что называется основа, там, то, что декларирует Прохоров, это близко демократам других вот партий, движений, фракций? Мы, я, честно говоря, не совсем понимаю вот ту линию. Я в этом смысле согласен с Михаилом Ходорковским. Знаете, я не понимаю, что имеется в виду, какие веги, какие ориентиры, и какую власть, и государство, и общество собирается строить, если использовать это выражение, Михаил Прохоров. Я этого не понимаю, не понимаю, потому что у него очень противоречивые, разнонаправленные всякие высказанные. Я могу предположить, что у него просто нет, ну, по крайней мере, на данном этапе систематических взглядов вот тех, которые... Ну, не могу не услышать Екатерину Кузнецову. Вы знаете, я... Мне показалось, что вот то, что рассказывал Сергей об особенностях нашего партстроительства, в общем-то, знаете, можно, так сказать, резюмировать фразу «какое государство, такие партии». Ну, это так и есть. Несколько раз прозвучало, да, авторитарное, по сути, государство и авторитарное, по сути, партии. Когда Сергей говорит о том, что разговорит вот о том, какие должны быть партии непрофессиональные, понимаете, вот это как раз тот самый случай, когда вот наше время, да, вот эти последние несколько месяцев, когда вот эти самые непрофессионалы пошли в политику. Вот эти горожане, они вышли непрофессионалы, и они сделали. Они сделали тех людей, которые на сцене стояли, понимаете? Вот они их просто реально сделали, очень быстро и непринужденно. Поэтому говорить о том, что, значит, ну, были альтернативы... Понимаете, ведь речь не только о... Что значит сделали? Вы как-то используете жаргон, я не совсем понял. Сделали это, чтобы победили, выгнали, что? Понимаете, они придали им особую форму легитимности, они их наделили правом говорить от имени Болотной, которым эти люди, в общем-то, очень активно пользуются. Хотя лично, например, я как участник, да, я не могу сказать, что кто-то говорит от моего имени. Извините, у меня есть свое имя, и я способна говорить сама. И все люди на Болотной имеют имена и способны говорить сами. Это важное отличие от партийной политики. То есть сделали в позитивном смысле, сделали их имя. Да, безусловно, да. Так вот, а, собственно, по этому разговору, что вот не было никого там, что там Явлинский такой, а не иной, там, ну, Зюганов, Жириновский, понимаете, у нас 20 лет, у нас в партийной политике лица-то не меняются дольше, чем в исполнительной власти. Да, я согласен. Вот выдвигайтесь. Но кто вот вам мешает выдвигаться? Подождите, сейчас я, собственно, вам тоже хочу кое-что рассказать. Так вот, собственно, вопрос здесь следующий, что... Ну, понимаете, это надо менять. Да, и если это будет не профессионально, пожалуйста. Что касается выдвижения, вы говорите, новых лиц нет. Но это не так. Вот давайте посмотрим на выборы, которые прошли и еще будут. Тольятти и Ярославль. Вот Евгений Урлашов в Ярославле. Я встречалась с этим человеком, когда я в первый раз выступала на школе публичной политики Ходорковского в 2005 году. Я тогда только начинала, так сказать, профессиональную карьеру по совершенно другой теме, по европейской проблематике. И я помню, допустим, вот эту фракцию «Новый город» в городском собрании, это была просто блестящая команда 30-35-летних, муниципальные служащие, бизнесмены средней руки и так далее. И вот это было тогда в 2005 году. И вот теперь мы видим, что тот же самый Урлашов идет и побеждает в первом туре. Будет второй, да, я имею в виду в первой туре, он набирает наибольшее количество голосов. Сейчас будет второй тур. Андреев в Тольятти. Понимаете, в Красноярске, например, где будут выборы в ближайшее время, действительно поле зачистили так, об этом говорят все участники, собственно, и красноярской политики, там начинают руководители местного парламента и так далее. Там действительно молодых лиц нет, поэтому там выбор между плохим и худшим. Но то, что их нет, это не совсем так. Ну, собственно, я соглашусь. Ну, Ярославль, вы, наверное, в курсе, что мы полностью поддержим. Да, так это здорово. И политически. Так в этом смысле... Ну и слава богу, что выдвигаются новые лица. Это вот это какая раз... И Прохоров поддерживает, и выйдем вы... Так выдвигайтесь, выдвигайтесь. Ну кто же мешает, понимаете? Вот как раз пример с Урлашовым, который привела Катя, он как раз показывает, что наши партии, они могут очень эффективно реагировать. Он не является ни членом Яблока, ни членом Демвыбора. Он выше, кстати, из День России. Да, мы его поддерживали активно. Ну, он недолго там был, на самом деле. Мы поддерживали его очень активно еще в первом туре, когда его имя вообще не было никак раскручено в московских СМИ. Мы всячески пытались с этим достучаться. Я вот лично в прошлую субботу ездил в Ярославль, уступал там на митинги в его поддержку. Яблоко достаточно давно официально заявило о том, что Урлашова поддерживает. И активно помогает, наблюдателей будет направлять. Это как раз пример не вождистского отношения к делу, потому что он вообще нашей партии не представляет, и мы могли бы дистанцироваться. А то, что мы вот так активно вкладываем свои ресурсы, работу своих активистов в победу, я надеюсь, предстоящую Урлашову во втором туре, это как раз пример, что с нашими партиями не все так плохо, как вот Катя пытается нарисовать. Да нет, не все так плохо. Но понимаете, когда я... Хорошо, я задам вам, Катерина и Сергей, такой вопрос. При каких условиях возможно... Ну, ладно, пусть это будет не называться объединением, а сближением Яблока и новой партии Прохорова? Ну, я очень просто скажу. На самом деле... Есть такая вообще вот тема, которая вас могла бы объединить? Ну, ответ очень простой. Давайте дождемся вот новой партии Михаила Прохорова. Посмотрим, какие люди, какая будет принята программа, какой будет принят устав. Понимаете? Сейчас говорить в этом смысле не о чем. Если говорить о Михаиле Дмитриевиче лично, ну, да, мы знаем его, он действительно интересный человек, интересный политик. Он действительно, так сказать, набрал достаточно большой процент голосов. Я сейчас оставляю в стороне, так сказать, кулары этого дела. Но то, что он действительно пытается на ниве политики что-то делать, до этого была еще, так сказать, его неудачная попытка с СПС, как вы знаете. Мы за ним наблюдаем, мы готовы, так сказать, общаться, готовы обсуждать. Но если говорить о тех вот реальных вопросах, которые есть, для них просто нет сейчас предмета для обсуждения. Ну, нет партии. Ну, нет партии. И она, насколько я понимаю, все откладывается, откладывается. Пока, так сказать, этого не будет, пока разговор прежде времени. Хорошо. Если говорить, например, вот о Парнасе. Да. О Парнасе, да? То, что более осязанно. Да, я уже предвижу ваш вопрос. Значит, тут несколько другая ситуация. Вот я задавал вопрос Рыжкову, я его спрашивал, Парнас будет или будет республиканская партия? Он говорит, будет и то, и другое. Я этого не понимаю. Он создает республиканскую, вас создает республиканскую партию. Она нам известна, мы с ним готовы взаимодействовать, тут нет проблем. Значит, что будет с Парнасом? А сохранится ли эта структура? В каком виде она сохранится? Я не верю в институт сопредседателей партии в России. Не верите? Не верю, это невозможно. Лучше, извините, одна больная голова, чем две здоровые. Знаете? Сильный? Да, да, да. Представьте себе. Потому что, ну, не может человек жить с двумя головами. Не может никакая структура вот так вот работать. Это невозможно. Невозможно. Ну, вот. Вот посмотрим тоже. Но посмотрим уже в другом смысле. Будет ли там создавать партию Касьянов отдельно? Будет ли, так сказать, преобразовываться в партию Касьянов? Это непонятно. У меня волосы дыбом. У каждого будет по партии, по такому дворику. Но вы согласитесь, Юрий, что это все-таки не к нам вопрос. Все-таки не к нам. Я думаю, что это ко всем нам вопрос. Нет, ну как? Я же не отвечаю. Что в этом плохого? Вот смотрите, мы пережили несколько периодов. Первое, это административная попытка укрупнить партии, что делал Кремль. Ну, ясно, что результаты ужасные. Второе, я вот вам рассказал, что я был лично участником другой попытки искусственно всех объединить сверху. Это тоже не получается. Просто по факту. Я думаю, что сейчас наступает время. Ну, извините. Объединить снизу. Вот, да, Юрий, вот сейчас наступает время. Извините меня за цинизм, да, естественного отбора. Конкуренции. Конкуренции, еще раз, для потребителя, то есть для избирателя. Не надо нас пугать тем, что будет много партий. Долго они не проживут. Выживут сильнейшие. Мы к этой конкурентной борьбе абсолютно готовы. Одно из наших конкурентных преимуществ – это умение эффективно сотрудничать с теми, кто не балаболит, а работает. Вот наш альянс с яблоком – это один из примеров, да. Мы, кстати, очень хорошо взаимодействовали со штабом Прохорова по наблюдению и признательны ему за то, что он 4 тысячи мандатов выписал представителям демократического выбора. Это очень сильно помогло наблюдать за честностью выбора. Но не получится ли так, Владимир, пока демократы и либералы конкурируют между собой? Я согласен, это очень хорошо – конкуренция, да. Но мы же живем в конкретных условиях, в конкретной ситуации с конкретными людьми, да. А, вот я вам отвечаю, да. Не льет ли это воду на мельницу на той же «Единой России»? Вот сейчас в этом смысле ситуация неплохая, потому что нет никаких ближайших федеральных выборов. Вот за пару-тройку лет все это устаканится, поверьте. И будут лидеры, будут совершенно очевидно ясны. И в этом смысле мы как раз очень хотим побыстрее зарегистрироваться, чтобы участвовать уже в осенних выборах, потому что это очень важно именно с точки зрения того, кто быстрее себя заявит. Я уверен, что у демвыбора осенью это получится. И мы, кстати, еще раз, мы с «Яблоком» будем очень тесно координировать все действия по региональному выбору. А с «Парнасом», который тоже, наверное, зарегистрировали. А с партии Прокрова, я не знаю, как она там будет называться. Юр, «Парнас» разваливается, первое. «Солидарность» создает свою партию. Она разослала по всем регионам требования дать паспортные данные со всех своих региональных отделений. Каспаров явно захотел свою партию создать и из «Парнаса» выйти. Ну, вот еще одна важная структура. РПР разликвидировали, да, она уже сейчас будет иметь официальную лицензию. В «Парнасе» остается один Касьянов. Ну, вот как бы еще третья история. Что касается партии Прохорова, мы были бы рады обсуждать сотрудничество с партией Прохорова, но Михаил Прохоров буквально неделю назад выступил с заявлением, что он форсировать создание партии не будет. А это значит что? Что предстоит осенняя кампания, которой, скорее всего, мы не увидим партии Прохорова как участники, потому что часики тикают, да? И вот у нас конкретная перспектива. Мы хотим, там будут очень интересные выборы в Твери, там, в Саратове, в Курске, где мы готовы и хотим участвовать. Есть точки приложения. Есть коллеги из «Яблока», с которыми, я уверен, мы эффективно сможем вместе выступить, как на муниципальных выборах в Москве. Так что вот мы пока работаем в том поле, которое есть. «Яблоко» будет, тем выбор осенью точно будет, мы в это верим. Других партий, которые будут готовы участвовать в этих выборах на местном уровне, мы пока вот их физически не видим. Знаете, я вот все-таки хочу вернуться к вопросу объединенной партии. Знаете, вот после митингов, вот уже после мартовского митинга последнего, на свободе провели такой социологический опрос, но он, конечно, не репрезентативен, хотя там несколько тысяч человек, и все-таки это слушатели свободы. И вот был задан вопрос. Вы чего ожидаете после того, как митинги пошли на спад? Несколько вариантов ответа. Значит, появление новых партий ожидают, ну, то есть считают правильным, 15% опрошенных. Как? Более 50% считают, что нужно мощное общественное движение. Вот в этом смысле, я считаю, ответственность демократических политиков состоит в чем? В том, чтобы услышать вот те настроения, которые есть в обществе. Общество сегодня на самом деле, ну, не то, что не заинтересовано в партиях, а просто считает это не самым главным. Вот считает это, вот, как Катерина говорит, партийная бюрократия. Это я согласен с этим, я согласен. Правда, есть одна поправка, опять же, к вопросу о том, что двигатели все-таки надо делать. Знаете, нельзя все время сидеть в интернете, потому что надо выходить все-таки в магазин и покупать хлеб с молоком. Понимаете? Есть все-таки реальная жизнь, помимо виртуальной. И виртуальной. И плюс еще что-то, да, зарабатывать на этот интернет. Так вот, я хочу сказать, общественное движение, вот то, о чем говорит Владимир, мы действительно очень хорошо взаимодействуем сейчас, и мы очень благодарны, что Владимир с демократическим выбором вот так вот очень достойно, вот как бы в политическом смысле занял позицию и перед парламентскими, и перед президентскими выборами сейчас. Так вот, вот это общественное движение мы на сегодня видим, на сегодня видим, даже не в организационном смысле, а вот в смысле участия в совместном выборе, в выборах. Вот мы со своей стороны обезуемся не конкурировать с демократическими партиями. Если в каком-то регионе тем выбор сильнее, сильнее, мы сели, договорились, и мы свой список не выдвигаем. А если не договорить? Нет, мы всегда договоримся. Мы, кстати, извините, даже с СПС договаривались по этим вопросам. Это же интересная методика. Методика такая, сели и договорились. Вот поговорили, обсудили. Но Владимир сидел в парнасе и не смог договориться, понимаете, ведь здесь есть какая-то механика. Подождите, подождите, я согласен, есть механика. Вот что вам позволяет договориться? Я могу объяснить, механика очень простая, что когда у вас цели участвовать в выборах, добиваться политического результата, то вы сразу, у вас появляется мощный стимул находить общий язык. То есть в парнасе этого не было. Нет, а у них не было цели, у них было, ну, вот еще раз, извините, ради бога, не хочу никого обидеть, да, у них, они же объявили тысячу раз про всякие бойкоты. У них цель была отпиариться, извините. У них цель практической участвовать в выборах. То есть, грубо говоря, нас немножко обманули, когда говорили, что это все создается для выборов, да. Оказалось, что нет. Они с такой легкостью отказались на выборы ходить, что стало ясно, что они, в общем, ничего не хотели. А яблоко при всех наших разногласиях в прошлом, да, мы увидели, что они готовы на выборах бороться за каждого избирателя. Вы видели, как они активно осенью, да, когда были парламентские выборы, как они разносили агитацию, да. Это было видно, что они очень много сделали, чтобы людей уговорить прийти на участки и проголосовать против, там, Единой России, проголосовать за яблоко, да. Мы реально видели на участках, сколько много бюллетеней с пометками за яблоко, просто сами. Это очень такая впечатляющая картина. И, конечно, это способствовало сближению, вот, когда есть практическая цель добиться успеха на выборах, это главное, что политики должны делать, да. Конечно, это стимулирует контакты и стимулирует договоренность. Вы понимаете, что будет, если мы сейчас начнем с яблоком конкурировать, там, по регионам? Это действительно будет дробление голосов, мы получим какие-то по непроходному баллу, и никто не пройдет, да. А если мы сделаем общий список, как был в 2005 году, то это значит, что кто-то из нас пройдет, и будут вменяемые люди, там, региональные, местные власти. А если вы еще сделали список с Прохоровым, да. Да еще и с Парнасом, да еще и... Вы знаете... Я не знаю, с кем еще. У меня обнял... Позвольте, все-таки я... Мысль закончите, да. Вот, понимаете, давайте внесем ясность. Вот политика, вот мы, я надеюсь, присутствующие, по крайней мере, выступаем за то, чтобы поменять режим в России, сменить власть, поменять ее, поменять политическую систему. Значит, идти к этому можно двумя путями, двумя. Первый путь – это через выборы. Это долгая, трудная работа. Она вот включает все то, о чем мы говорим. Есть второй путь. Я тоже его как бы не отбрасываю. Это путь, ну, как бы, скажем так, радикальных акций протеста, которые привлекают внимание. Вот я ничего не хочу сказать против, так сказать, вот тех людей, которые вот выходят на неразрешенные митинги, раньше на Триумфальную, сейчас они выходят тоже там на Пушкинскую. Ну, просто это другая работа, вот если хотите. Вот с точки зрения профессионализма другая работа. Ну, как можно объединить, значит, коня и трепетную лань, извините за выражение. Это невозможно, я не хочу уточнять, кто тут лань, кто тут лань. Ну вот, значит, это все-таки разная работа. Если мы говорим о выборах, пожалуйста, ну просто вот поймите, вот вы спрашиваете про Парнас, ну когда они последний раз, вот кроме Владимира Милова, говорили о выборах? Вот сколько лет они существуют? Да постоянно, по-моему. Нет, они говорят о том, что мы не будем принимать участие в этих выборах, как Новодворская говорит. Вот мы Валерии Ильиничной говорим, вот Валерия Ильинична, вы, конечно, очень последовательный противник выборов, противник вот участия в выборах в этом авторитарном государстве, но вы такую же позицию занимали в 89-м году. Демократический союз бойкотировал выборы, а потом она говорит о том, что Ельцин самый лучший президент. Где бы мы были, если бы мы не участвовали в тех выборах? Вот то же самое и сейчас. На сегодня я не видел ни одной попытки, ни Солидарности, ни там Касьянова, участвовать в выборах реально. Но Прохоров участвует? Прохоров участвовал пока только в президентских выборах. В определенном смысле. Он поддержал его в шоу. В определенном смысле он участвовал. В определенном качестве. Я сейчас не хочу развивать эту тему. Екатерина. Ну, знаете, про определенное качество. Слухи ходили многие, много и о многих, надо сказать. И здесь надо аккуратно с этим быть. У Прохорова сейчас есть... Я очень аккуратно сказал. У Прохорова есть сейчас, скажем так, некая фора. Он взял ведь не только свои голоса. Он взял еще и чужие голоса. Но он их взял. И давайте судить по факту. Вот реальность. Никто сейчас посчитать не может, сколько голосов он взял. Не своих, сколько своих и так далее. Он их взял. Поэтому, соответственно, если он сможет их консолидировать, эти голоса, это даст ему определенную фору. Но он сможет консолидировать, если договориться с тем же Явлинским и с другими участниками политического. Или не дружественно поглотит. Понимаете, я думаю, что в случае... Я все-таки надеюсь, дружественно. В случае объединения попытки партии Михаила Прохорова и Яблоко, у Яблока есть определенные преимущества, которые, собственно, скорее придут к тому, что Яблоко поглотит новую партию. Ну, потому что есть история, понимаете, есть рейтинг. Безусловно. Очень низкий антирейтинг. Есть, конечно, проблема вождизма, внутренней конкуренции, отсутствие, точнее, какой-то конкуренции внутри партийной. Это все есть, понятно. Но, тем не менее, Яблоко... Ну, что здесь спорить или отрицать, очевидно. Это мощная структура, которая скорее, благодаря своей бюрократическому аппарату и знанию процедуры, способна это поглотить. Здесь важнее, скорее, общая платформа. Вот Сергей в конечном итоге пришел к тому, с чего я начинала. Как объединить тех, кто не хочет расходиться по партиям. Ну, вот здесь вырисовывается определенная платформа, очевидная платформа. Невозможно... Вот говорилось, да, Владимир и Сергей говорили о том, что они не будут конкурировать в регионах. Замечательно. Но, смотрите, если бы сейчас, если бы вот в этой прощальной реформе Медведьева было бы, скажем так, пункт разрешения блоков, да, это, соответственно, поставило бы... Открыло бы нам совершенно новые возможности на региональных выборах. Но этого не будет. Блоков не будет. Понимаете, вот это, например, такая вещь, на которой все, все мы можем объединиться. Тогда бы бабушка была бы дедушкой. Слушайте, ну, вы наиболее... Это сто процентов, Катя, это сто процентов по поводу блоков правильно, но вот реальность такова, какая она есть. Поэтому нам придется обходить это таким способом, что не выдвигать список, если есть там более сильные... Я согласна. Но, опять-таки, есть риск того, что в один момент вы не объединитесь. Так я вот о чем говорю? Риск есть всегда. Понимаете, есть риск всегда. Работа такая. Но я говорю о том, что вот необходимо сохранить вот этот запал площадей, городских центральных площадей. Его необходимо сохранить. И это возможно только в том случае, если вот эти люди все, несмотря на свою партийную принадлежность, убеждения, взгляды, смогут вербализировать и оформить свои требования к правительству. Пока это было акцией протеста. Это было против. А что за? Вот сделайте это. И вот этому за нужна мощная поддержка. На базе демократии. Какой-то гражданской платформы. Вот, Владимир Милов. Я уверен, что одна из вещей, которая прямо способствовала схлопыванию этого протестного движения, это вот эти антипартийные, антиполитические настроения, которые там распространены, что мы просто граждане, которые просто вышли, а вот партии политиков мы не любим. Потом в кафе пошли чай пить. Вспомните Украина 2004 год, вспомните Югославию 2000. Это была борьба за конкретного кандидата, который боролся на выборы. Что Каштуница, что Ющенко. Вот когда эти все выходы на площадь не поддержаны реальным политическим процессом, когда этого дополнения просто нет, когда оно просто отсутствует. Ну, понятное дело, что это ничем не кончится. Это к бабке не ходи. Это можно сколько угодно говорить про все эти горизонтальные там неполитические сети и так далее. Коллеги, когда у вас на костях нет мяса, то есть нечего. Вот так это ровно то, что, понимаете, вы на митинги выходили, а самое главное политическое событие выбора 4 марта проморгали, потому что кандидата у площади не было. Не было. И два самых популярных политика, которые выдвинулись, которые были по опросам на Болотна и Сахарова в лидерах общественного мнения. Навальный не захотел выдвигаться на президентские выборы. Явлинский выдвинулся, но все к его выдвижению, кроме нас, отнеслись с таким холодком. Не стали за него бороться. Это правда. Сняли, ну и ладно. Вот это была грубейшая ошибка. Бороться было надо. И если бы эта площадь сделала это конкретной своей политической целью, мы бы еще посмотрели, что было бы 4 марта. Задолго до еще этих всех событий мы здесь с Явлинским разговаривали. И очень был распространенный вопрос, вернется ли он в большую политику, вернется, и будет ли он участвовать в выборах. Вот он мне тогда... Я просто не помню, за эфиром или в эфире. Но это уже не суть важная. Это вот как раз подтверждение слов господина Милова. Он мне сказал, Юра, ну понимаете, я-то могу, но почувствую ли я поддержку. Потому что это все по-взрослому. Если ты идешь, то ты идешь и на риски, и ты рассчитываешь, что тебя поддержат. И рассчитываешь на компромиссы. Но значит, не всегда они достигаются. Ну, действительно, заняли выжидательную позицию. Потом появился Прохоров. Он действительно, многие как бы пошли туда. Но сейчас я хочу сказать все-таки о будущем. Понимаете? Вот о платформе. Вернемся к этому вопросу. Несложно сформулировать платформу. Во-первых, демократически ориентированные политики, они говорят примерно на одном языке. И понятно, о чем идет речь. Понятно, о чем идет речь. Свободные, честные выборы, в том числе губернаторов, полноценный парламент. Ну да, борьба с коррупцией. Среди массовой информации, без цензуры. То есть все, в общем-то, все зеркально, на самом деле. Не является такой сверхзадачей. Знаете, ни Беном, ни Тона такую вещь делала. Я говорю о конкретной платформе. Конкретная платформа, вот то, что вы сказали про Урлашова. Вот это и есть конкретная платформа. Понимаете? Выборы. Выборы и поддержка кандидатов, и победы на выборах. Я думаю, что нынешнюю власть, нынешнюю власть, вот так просто, вот митингами, не это самое, не сдвинешь. Это все-таки не 91-й год, не Советский Союз. Это скорее 87-й год. Вы, конечно, не помните, вы еще болтая. А мы помним, что это Пушкинская площадь, и все читали... Это был комплимент. 500 тысяч человек читали вот московские новости, которые только выходили. И еще три года было до миллионных митингов. Сейчас пока вот только вот мы на этом пути. Поэтому на самом деле надо по частям работать. Это долгая работа. Это непростая. Кстати, Урлашов в Ярославле. Это вот реальный пример, когда и Прохоров, и Яблоко идем в выбор. Все втроем поддержали решительно одного кандидата и помогают. Причем мы не договаривались. Мы же не договаривались. Мы ничего, ничего не торговались. Я думаю, что в регионах это вполне возможно достичь. А на федеральном уровне? Нет, на федеральном уровне это не важно. Мы будем смотреть. Потому что Владимир сказал, что ошибка фундаментальная, что не поддержали на 4 марта. Но это опять-таки, смотрите, это попытка сдвинуть вот эту демократическую платформу вот в одну сторону. Вот давайте мы переместимся и вот один край немножко, так сказать, подзатопим для собственной пользы. Это люди не приняли. И их можно понять. Потому что они выходили не за конкретного кандидата, да? В отличие от Сербии или в отличие от Украины. Они выходили поддержать. Кать, вот это как раз в этом и разница. Что если смотреть на опросы, которые были в декабре на Сахаровой и феврале на Болотной, там Явлинский был очевидным лидером общественного мнения, намного опережавшим всех других. Но вот эти все другие, которые захватили трибуну, они не сделали вопрос кандидатуры Явлинского центральным. Они говорили о совсем других вещах. И вот как бы проблема, она не в том, что не было достаточной поддержки. У Явлинского как раз на площади была довольно большая поддержка. Приблизительно треть, больше. Больше, чем у многих других в разы. Безусловно. А, соответственно, те, кто там рулил парадом, они предпочли как бы сделать вид, что это не так. Я думаю, это была грубая ошибка. Да нет, ну просто вышли на Болотную первый раз, не за Явлинского. Ну так надо было тем людям, которые вышли, дать в руки конкретную политическую повестность. Давайте все-таки по этому самому, по Гамбургскому счету, значит. Ну, конечно, конечно, для того, чтобы выдвигаться в президенты, нужна довольно серьезная общественная поддержка. И действительно существуют люди, которые как бы принимают решение. У нас очень много людей принимают решение последние две недели и неделю перед голосованием. Суть-то дела в чем? В день голосования. И даже в день голосования. И даже интеллигенция. Даже интеллигенция. И вот перед выборами они начинают думать. Я вам просто ответственно заявляю, что когда говорили о Явлинском, очень многие люди склонялись к этому. Склонялись. Это не значит, что они активно поддерживали. Активно поддерживали действительно те 40%, которые показывает Левада при опросе на Болотную. Это активно. Люди, которые уже проголосовали. А люди склонялись. И это 10 декабря стало ясно, стало ясно после выступления, в том числе Явлинского, о том, что мы начинаем процедуру конституционного строения от власти группировки Путина. И через два дня, после того, как прошли все сроки, выдвинулся Прохоров. С нарушением законодательства, кстати говоря. Вот о чем речь. Если говорить по существу. Вот по существу. По существу. И после этого, извините, собрали по 2 миллиона подписей Прохоров и Явлинский. У Прохорова, конечно, хорошая подписка. Сыни, но это вот по существу получается, что вот это нынешняя картина. Да, очень даже благостно для нынешней власти. Отлично. Вот давайте. И дальше я поставлю многоточие. Значит, Явлинского сняли с выборов, потому что у него были серьезные перспективы. Уж по меньшей мере. Тогда бы Путин не набрал бы вот эти свои 65 или 52%. Наверное, я соглашусь. Вот при раскладе, если бы участвовал Явлинский. Плюс Прохоров. А я голосовал за Прохорова вот на выборах. Кстати, говорю о Прохорове. Скорее всего, я проголосовал бы за Явлинского. Так вот, я хочу сказать. Но его не было. Это то, о чем, Екатерина, вы говорили, да? Все ли свои? Все ли свои? Не все. Нет, так с этим никто не спорит. Так вот, кстати, о Прохорове. Знаете, у нас старая история. Старая история. Действительно, вот с Владимиром я готов согласиться. Действительно, есть разные оттенки в демократических партиях. Знаете, во всех европейских странах есть две партии, как минимум. Одна вот в наших выражениях более правая, вторая более левая. Республиканцы более правые, демократы более левые. Значит, христианские демократы более правые, социал-демократы уже по названию понятны. То же самое в Британии и везде. Это совершенно ясно. И поэтому есть люди, есть люди. Кстати говоря, знаете, вот интересно, вот когда в Яблоке начиналась дискуссия, давно еще, в 90-х годах, кто мы, либералы или социал-демократы? У нас всегда все пополам делилось. Знаете, такая была жаркая дискуссия на фракции региональных, региональных организациях? Два демократа, три мнения. Мы прекратили эти дискуссии о том, кто мы. У нас либерально-социально-действительно направление. Так вот, я хочу сказать, направление Прохорова, это действительно запрос в обществе, запрос. Раньше этому запросу отвечал демвыбор не Владимира Милова, а ДВР Гайдара. Потом это был НДР, потом это был СПС. Действительно, такая партия в России имеет, так сказать, запрос. Олигархи, кстати говоря, очень активно поддерживали, потому что видели в такой партии действительно наиболее адекватного выразителя своей точки зрения. И мы в этом смысле ничего плохого не хотим сказать против господина Прохорова. Но снимают Явлинскую. Почему? Вот для чего это делается? Сергей, если мы бесконечно будем выставлять счеты, вы понимаете, вы говорите... Нет, я же не вам выставляю, это в будущее, да. Мне это очень приятно, в смысле интересно слышать. В будущее, поддержали Урлашова, давайте поддержим следующих. Понимаете, экскурс в прошлое. Это было прошлое, да. Но понимаете, мы о прошлом, вот половину передачи говорим, что было тогда, что, что, как, за что, старый счет. Вот опять сведение старых счетов, понимаете? Вот я просто считаю, что нам нужно... У вас украли деньги, вырвите, не надо это самое. Не надо сводить счеты. Слушайте, у вас Прохоров украл деньги? Так нет, конечно. Я же поэтому говорю, это же не к вам претензия, это к власти, к Владимиру Путину. Вот к нему я обращаюсь. Ну так, понимаете, в том-то и дело, нам нужно понять, что делать с этим всем, понимаете? Давайте вот это прошлое, в конце концов, подвинем под ним черту. Вот вы говорите, что многие проголосовали бы за Явлинской и так далее. Но опять, давайте будем считать, да, кто, чьи голоса Прохора взял, чьи не взял, но есть люди, которые принципиально, по собственным убеждениям, почему-то проголосовали за Прохора. Конечно, это правда. За его фигуру, за его программу очень хорошую, за то, что это единственный кандидат, который провел общественное обсуждение, и туда в его программу было принято... Как раньше голосовали за Богданова на прошлых выборах, в 2000-м за Хакамаду. Как вам, Хакамада набрала 11%, кстати, на выборах в начале 2000-х годов. Ну, посмотрите статистику. Нет, не один. Понимаете, вот подводя уже итог, потому что наше время время, к сожалению, закончилось. Вот я считаю, что, да, можно было выдвигаться Михаилу Прохорову, как он выдвигался, это второй вопрос, он получил свой процесс, Григорь Алексеевичу Явлинскому надо было дать возможность. Но из-за вот этого дискуса, этого разобщения побеждает Путин. При любом раскладе побеждает Путин. Был бы Явлинский, побеждает Путин. То есть это объективность. Вот пока. Кто бы мне... Да, ключевое слово пока. Но, тем не менее, это факт жизни, да, мне представляется. Может быть, действительно не надо там демократической КПСС. Вот такой структурированной, жесткой, привязанной там партийной дисциплины, как-то демократический централизм, да, вот эти все из прошлого. Но объединение необходимо. Ну, знаете, по-другому это... Консолидация. Консолидация. То есть множество слов русский язык богатый. Хорошее слово сплочение. Сейчас, к сожалению, я вижу, что даже те люди, которые были близки друг к другу, да, они разошлись и очень серьезно разошлись. А, Юр, вы не туда смотрите. Вот я как раз оптимистом. Можно побуду? Я думаю, что сейчас на базе наших альянсов в регионах, на предстоящих региональных выборах вот это политическое братство, если хотите, оно окрепнет с ближайшие годы. Я, между прочим, согласен. Да, из этого на следующей федеральной кампании получится что-то серьезное. Два-три года вы сказали, да, вот на эту консолидацию. Вы знаете, более того, я вам хочу сказать, что на самом-то деле я считаю, что мы находимся на восходящем векторе. Это мы не спадали с 2003 по 2011 год. Это было заметно по всем демократам, не только по нам. Мы теряли результаты, теряли людей, теряли популярность. Сейчас другая ситуация. Сейчас мы на восходящей линии. Конечно, еще пока результатов нет, но я уверен, что общественные настроения такие, которые способствуют нашим результатам. И вот эти 5-процентные барьеры, я думаю, мы будем совместно преодолевать довольно легко. Главное, на самом деле, тут, наверное, можно с Екатериной согласиться. Обсудили тему, перевернули с раненой, засмотрим будущее. Но в конкретное будущее, не в абстрактные разговоры, а вот в конкретные фамилии, явки, адреса. Понимаете? Вот это серьезная работа и приведет к результату. Спасибо огромное. Екатерина Кузнецова, Владимир Милов, Сергей Иваненко были сегодня в реальном времени на Финам-ФМ.